Говорит Москва! Говорит Москва! Под знаменованием победоносного завершения великой надежды! Здравствуйте! Мы с вами продолжаем рассказ о портретах героев Московской битвы, представленных в зале полководцев Музея Победы. Вы увидите картины, на которых изображены герои Московской битвы – Леонтий Котляр, Павел Рыбалко и другие. При этом многие авторы этих работ сами были фронтовиками и защищали столицу. Так Борис Щербаков был сапером и минировал подступы к Москве. Константин Молчанов участвовал в обороне города и делал свои зарисовки буквально в гуще сражения. Не расставался с планшетом и карандашом Борис Преображенский, начавший в окопах Подмосковья свой боевой путь. Пензов Иван Алексеевич. Герой Советского Союза, народный художник Российской Федерации, заслуженный деятель искусств РСФСР, автор целой галереи портретов руководителей Советского государства, адмиралов и генералов Отечественного флота. На момент начала Великой Отечественной войны учился в железнодорожном училище в Омске, так как хотел стать машинистом паровоза. В 43-м году, приписав себе год, отправился на курсы пулеметчиков в Ленинск-Кузнецк, после которых практически сразу был отправлен на Курскую дугу. Позднее попал в плен и чудом остался жив. По окончании войны долгое время провел в больнице с тяжелой травмой спины, но остро ощущал необходимость поведать миру, что он видел своими глазами на войне, как вспоминал сам художник. Особенно значительных успехов Пензов добился в портрете. Всего он нарисовал более 500 портретов деятелей Советского государства и советских военачальников, среди которых Жуков, Рокоссовский, Чуйков, Василевский, Баграмян, Ротмистров. Именно к этой когорте портретов относится и портрет дважды Героя Советского Союза Павла Рыбалка, советский военачальник, маршал бронетанковых войск. Рыбалка принимал участие в битве за Москву, за Днепр, в Курской битве, а также в Киевской наступательной операции. На протяжении всей войны Рыбалка самотверженно справлялся с задачей восстановления боеспособности армии, участвовал в формировании Третьей танковой армии. В январе 43-го года Третья танковая армия Рыбалка, который к тому моменту был уже генерал-лейтенантом, приняла участие в составе Воронежского фронта в Острогорско-Россашанской наступательной операции, Харьковской наступательной и Харьковской оборонительной операциях. За успешное форсирование Днепра, умелое руководство армии в битве под Курском и Киевской наступательной операции, Рыбалка присвоена звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Преображенский Борис Владимирович – фронтовой художник, советский живописец, участник битвы за Москву. К началу Великой Отечественной войны Преображенский обучался в Москве. С 43-го по 45-е года состоял в студии военный художник в имени Грекова. Как военный художник прошел военную службу в составе 6-го гвардейского кавалерийского корпуса. Ратный путь художника прошел от Москвы и до Праги, где Преображенский встретил День Победы. Великая Отечественная война стала периодом наиболее напряженной творческой работы для художника. За время войны он нарисовал во фронтовых условиях множество карандашных набросков, этюдов и рисунков. Неоднократно он рисовал портреты солдат и офицеров, особо отличившихся в бою. Был награжден орденами Красной Звезды и знаком почета, медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне и другими медалями СССР. Являлся членом Союза художников СССР с 45-го года. Афанасий Шилин. Советский артиллерист, дважды Герой Советского Союза, генерал-лейтенант. На момент начала войны будущему герою оставался год до совершеннолетия. В Красную Армию призван за несколько дней до 18-летия, в августе 42-го года. Афанасий Шилин был сразу направлен на командирские курсы в Томск. Здесь Шилин окончил 2-е Томское артиллерийское училище. В действующей армии с июня 43-го до января 45-го года. Последовательно занимал должности командира взвода, начальника разведки артиллерийского дивизиона в составе 132-го гвардейского артиллерийского полка 60-й гвардейской стрелковой дивизии. Полк воевал в составе Юго-Западного, 3-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов. Принимал участие в освобождении Украины, Молдавии и Польши. В 45-м году Шилин был тяжело ранен в бою. На момент окончания войны находился в госпитале. Сергей Николаевич Пресекин Народный художник Российской Федерации Член-корреспондент Российской Академии Художеств Лауреат премии Ленинского комсомола Родился в 58-м году в Москве Окончил художественный институт имени Сурикова в 83-м году Студии военных художников имени Грекова состоял с 1983-го года В 84-м году удостоен серебряной медали Академии Художеств СССР С 2000-го года стал профессором кафедры рисунка в институте имени Сурикова Павел Артемьев Советский военачальник, генерал-полковник, участник битвы за Москву С началом Великой Отечественной войны 30 июня 1941 года был назначен командующим войсками Московского военного округа На начальника гарнизона Москвы генерал-лейтенанта Артемьева возложена оборона Москвы на ее подступах Одновременно с 18 по 30 июля 1941 года командовал фронтом Можанской линии обороны А с 12 октября 1941 года по 15 октября 1943 года был командующим Московской зоной обороны В оперативные задачи Артемьева входило Строительство оборонительных рубежей на ближайших подступах к столице Подготовка резервных соединений для отправки на фронт Проведение мероприятий по укреплению тыла в Москве Командовал парадом на Красной площади 7 ноября 1941 года А в 1945 году на него была возложена организация и общее руководство парадом Победы На этом наша экскурсия заканчивается А мы приглашаем вас посетить нашу новую экспозицию Битвы за Москву. Первая Победа А также ознакомиться с галереей героев, участвовавших в обороне столицы Очень ждем вас в нашем Музее Победы